здравствуйте дорогие мои телезрители и мои подписчики на канале youtube голова садовая очень рада что мы с вами видимся каждый день и очень рада рассказать вам про дрожжи не просто так возникла эта тема потому что подкормки наших растений которые будут высажены на участке в огромном количестве требует особых подкормок и я старательно подбираю вам те вещества те препараты которые бы не навредили а принесли бы хорошую пользу так вот сегодня это будут дрожжи вы уже знакомы у нас такая программа была отснята что такое дрожжи и как их использовать знаете в одной очень умной статье я прочитала что если вы не хотите пользоваться химическими средствами для подкормки растений до агрессивной химии так называемой то воспользуйтесь вот добрым советом разведите 100 от 10 до 100 грамм смотря какие растения вы будете подкармливать дрожжей если это сухие то 10 грамм на 10 литров воды да если это сырые все-таки дрожжи ну тогда можно и до 100 грамм на 10 литров воды можно просто развести можете положить на 10 литров воды 3 столовых ложки сахара если вам придет в голову совместить вот этот дрожжевой раствор с органикой до бога ради пожалуйста возьмите полуитровую баночку отцеженного вот процеженного через укрывной материал тот который я вам показывал через эти 17 грамм которые тонкий материал прекрасно держит весь мусор всех нематод и и все прочее просто процедите пол литровую баночку куриного настоя и введите туда же но 3 ложки сахара будет маловато добавьте 5 в этом случае когда у вас постоит это все ну момент начинается брожение вы должны просто смотреть за этим когда начинаются пузырьки раствор готов и вы разбавив допустим одну часть этого настоя берете и 5 частей воды вы можете поливать любые растения но кроме все-таки лука чеснока и картофеля не переброженные дрожжи этим растением противопоказаны что же такое дрожжи что же за секрет в них таится дело в том что в грибках дрожжей содержится очень большое количество белка аминокислот и всевозможных соединений минеральных и не минеральных те которые работают на благо вообще всего вокруг мы же привыкли что к пироги печем да или там что-нибудь какую-нибудь эту поставим ну типа сами знаете чего до брашки но брашки кстати тоже можно поливать растение только разбавленной углекислого газа будет очень много это очень полезно огурцам например значит но вот дрожжи работают несколько по-иному попадая в почву этот препарат дрожжи начинает по-новому кормить почвенные бактерии и почвенные бактерии отвечая благодарностью за то что принесли им дрожжи они начинают работать и из почвы вырабатывать выводить для растения те элементы питания которые растениям необходимы я говорю так просто чтобы вы понимали процесс вот этот вот технологию этого это ведь очень важно понять а уж делать то вы сделаете вы же такие молодцы вы можете кормить растения без ущерба для их здоровья и внешнего вида уверяю вас что после таких подкормок и листья станут крупнее и толще и зеленее и цветы будут необыкновенно хороши знаете как розы любят такую подкормку мама дорогая и только единственное хочу вас предупредить что рассаду кормить не надо подождите до высадки помидор в грунт и дважды вы их подкормите неделю после того как они примутся а потом через две недели когда они уже подрастут и это подкормка даст им возможность не только стать красивее у них плоды будут крупнее у них и листья будут зеленее у них и плодов будет больше потому что в дрожжах находится вещество которое активно развивает корневую систему только давайте без фанатизма я уже вижу ваши горячие волчьи глаза нет это не панацея но это очень хорошо поможет растениям цветы отвечают вам взаимностью потому что после такой подкормки а наш дачный коктейль туда тоже вводится дрожжи целый килограмм как минимум и это прекрасно работает поэтому что хотите чтоб все перло как на дрожжах как мы любим говорить то пожалуйста воспользуйтесь и этим добрым советом но передозировка никому не нужна и это может плохо кончиться поэтому если помидоры только принялись да и прошла неделю с момента их высадки для них первая подкормка в размере пол литра по мокрой почве после поливки водой после про господи боже мой после прошествия двухнедельного еще периода то когда они принялись и уже начинают интенсивно расти тогда дадите ему же такой подкормки один литр но на этом остановитесь очень хорошо огурцы откликнуться на вашей подкормки очень хорошо поэтому попробуйте и вы не пожалеете всего доброго вам и до свидания